Библейский портал экзегет.ру представляет Библейское общество для библейского портала экзегет. Ну вот, описание храма, описание всего того, что с храмом связано, и Соломон получает от Давида поручение его построить, но это все делается перед всем Израилем, и весь Израиль соучаствует в этом. Это не просто отдельная царская постройка. Но для того, чтобы он соучаствовал, он должен понимать, что происходит. А всем собравшимся царь Давид сказал, а там собрались, соответственно, все, грубо говоря, начальники израильского народа, все предводители, правители, полководцы. Всем собравшимся царь Давид сказал, мой сын Соломон, его одного избрал Бог, это уже у нас было, еще слишком молод и неопытен. А дело это великое, ведь это будет дворец не для человека, а для Господа Бога. Я приложил все силы к тому, чтобы запасти для Божьего храма золото, необходимое для золотых изделий. Селебро, медь, железо, дерево, камни с шоухом, оправу для камней, сурьму, разнообразные, разноцветные, драгоценные камни и множество алебастра. Алебастер — это камень, конечно, а не порошок, который сегодня используется при отделке. Заботясь о храме Бога моего, я передаю на его строительство еще мое собственное золото и серебро, помимо того, что я уже запас для святого храма. Три тысячи талантов золота, афирского. Золото афирское считалось особенно ценным. Это где-то в районе, может быть, Эфиопии, Сомали современно, где-то вот через Красное море. И семь тысяч талантов чистого серебра на отделку внутренних помещений. Талант — это 30 килограммов, то есть очень много. Эти золото и серебро пойдут на различные изделия, на плату мастера. Кто из вас желает послужить Господу? То есть, смотрите, мой сын неопытен, помогите ему. Материал есть, а вот работников пока нет. И храм строится всем Израилем. Тогда главы родов и племен Израиля, начальники тысячных отрядов и сотен распорядителей царскими работами стали приносить добровольные пожертвования. Тоже в том числе и вкладывая свои материалы. Хотя Давид, казалось бы, только что сказал, всего хватает. Но каждый захотел, чтобы его крупица, его маленький вклад в этом был. И собрали на сооружении Божьего храма золото, пять тысяч талантов и десять тысяч дариков. Дарик — вот такой анахронизм. Дарик — это монета персидская, которую царь Дарий ввел, как нетрудно догадаться, по ее названию. И он жил спустя примерно четыре века. Но, тем не менее, пишется это уже вот из этого времени. Поэтому иногда в современных переводах, конечно, я не сторонник этого, но там переводят это в килограммы, литры, современные меры. Здесь перелив Дарики. Серебра — десять тысяч талантов, меди — восемнадцать тысяч талантов, железо — сто тысяч талантов. Сто тысяч умножаем на тридцать, ну, там, тридцать три-тридцать четыре. Это получается просто огромная сумма, да? Это около, ну, где-то вот трети миллиона килограммов. У кого были при себе драгоценные камни, простите, это третий миллион килограммов. У кого были при себе драгоценные камни, те отдавали их в сокровищницу Господнего храма, которым распоряжался Ихиел из рода Гершуна. Народ обрадовался этим пожертвованиям, потому что они были сделаны от всего сердца. Велика была и радость царя Давида. Может быть, где-то тоже преувеличенные размеры, как в переписи мы видели, вот паралипомен в хрониках не совпадает с царствами. Неважно. Важно, что огромное количество металлов и всех материалов. Но дело не только в материалах, дело, естественно, в том, для чего все это делается и кем. Давид, присутствуя в всей общине, благословил Господа. Благословен ты Господь, Бог Израиля, наш Отец, из века в век. Тебе, Господи, принадлежат величие, мощь, слава, процветание и великолепие, ибо Тебе принадлежит все на небе и на земле, и Твое царство вознесено превыше всего на свете. Вот, собственно, для чего храм, для чего это все. Ты даруешь богатство и почет, силу и мощь, Ты управляешь всем, от Тебя зависят величие и прочность любого дела. Боже наш, мы благодарим Тебя и воспеваем преславное имя Твое. Но кто я такой и что такое мой народ, чтобы нам самим совершать такие пожертвования? То есть, жертвуя ты прежде всего, ты прежде всего получаешь честь для себя самого, да? Ведь все исходит от Тебя, и мы возвращаем лишь то, что от Тебя приняли. Нужно ли Богу очень много килограммов железа, или серебра, или даже золота? Перед Тобой мы все странники, что пришли лишь на время, как и наши отцы. Наши дни на земле, что те, нет у нас надежды на иное. Господи, Боже наш, все эти запасы, которые мы приготовили, чтобы построить храм для святого Твоего имени, мы получили от Тебя, они принадлежат к Тебе. Тоже важная вещь, да? То есть, мы ничего не даем Богу, мы свое используем для себя, посвящая их Богу. Я знаю, Боже мой, что Ты испытуешь сердца людей, что чистота их Тебе угодна, а не килограммы драгоценных металлов. От чистого сердца я принес все эти пожертвования, и вижу, что народ Твой, который находится здесь, с радостью жертвовал Тебе. Вот в чем смысл жертвы, да? Господи, Бог отцов наших, Авраама, Исаака и Израиля. Израиль имени Акова II, но и название народа, то есть, Бог наших прородителей, который в нашей же собственной истории явил свою волю и показал нам, что такое завет с Тобой. Бог отцов наших, Авраама, Исаака и Израиля, навеки сохранив в Твоем народе чистоту сердечных помыслов, привлеки к себе их сердца, а не просто мы построим тебе что-то, а ты за это нам дашь урожай хороший, победу над врагами, как обычно мыслиц этого языческой религии. Мы делаем это от чистого сердца для того, чтобы ты сохранил наши сердца чистыми. А в сердце моего сына Соломона вложи твердое намерение соблюдать твои заповеди, правила и установления, чтобы совершить все, как должен, и построить храм, для которого я все приготовил. То есть, это тоже условие, не просто Соломон будет царем, он будет править, а ты, Господи, помоги ему. Нет, главное, чтобы он правил так, как ты от него этого ждешь. И это, в общем-то, тоже от тебя зависит. Затем Давид велел всему собранию благословить Господа Бога. Опять-таки, это общее действие Израиля. И все бывшие там благословили Господа Бога и их отцов. Пали низ пред Господом и пред царем и принесли жертвы. Ну, понятно, что физически жертву приносили священники, поэтому вот там, где, говорится, Давид принес жертву, вероятно, тоже не он лично. В смысле, не он руками, а его скот был принесен руками священников. На следующий день тоже принесли всесожжение тысячу быков, тысячу баранов и тысячу овец. Огромное, вот немыслимое. У Гомера там гекатомбы, это сто быков, а тут тысячу. И еще баранов и овец столько же. А также совершили в излиянии жертвы за весь Израиль. То есть это вот картина такого изобилия и такой огромной, немыслимо огромной жертвы. В тот же день устроили они пред Господом пир и вторично поставили на царство Соломона сына Давида. А почему? До сих пор, казалось бы, Давид его и сделал своим преемником. В книге Паралипомена, так, в царство гораздо более сложная история. Но там он был вот по воле Давида, а здесь он в рамках завета Бога с родом Давида и всем Израилем. И это действие всего Израиля. Во имя Господа помазали его в правителя, а священником при этом был садок. Вот, соответственно, помазали все, но священник — человек, который исполнил это действие. Соломон воссел на Господень престол, то есть на престол, на котором вообще должен был сидеть Господь, но сидит человек-царь. Став царем после своего отца Давида, он преуспевал, и весь Израиль был покорен ему. Все вожди, воины, а также все сыновья царя Давида подчинились царю Соломону. Ну да, в царствах история более сложная, но к этому пришло, видимо, да? Господь возвеличил Соломона перед всем Израилем и увенчал его столь царственной славой, какой не было до тех пор ни у одного царя в Израиле. А у Давида? Ну, Давид — собиратель, а Соломон — тот, кто явил собранное, да? Давид, сын Иисея, был царем над всем Израилем. Его царствование продолжалось 40 лет. Семь лет он царствовал в Хевронии, 33 года в Иерусалиме. Ну, он захватил Иерусалим, сделал его своей столицей, до этого Хеврон. Он умер в глубокой старости, насытившись жизнью, в богатстве и почете, а престолу наследовал его сын Соломон. Все деяния царя Давида, как ранние, так и поздние, описаны в изречениях правительства Самуила. Дошли ли они до нас? Может быть, это книги царств, так понимаются, потому что первые две из них называются книгами Самуила, но Самуил вообще-то умирает в середине второй, да? Поэтому явно лишь частично он мог это составить. И в изречениях пророка Нафана, и в изречениях правительства Гада, а это что? То есть, смотрите, наши исторические книги имели какие-то первоисточники. Может быть, этим объясняется расхождение. Даже внутри этой книги мы отмечали. Перепись один раз описана подробно и как что-то ужасное, второй раз упомянута едва-едва как что-то неоконченное, но не ужасное. Разные люди по-разному вспоминают. А что было в 90-е годы? И сразу такие разные рассказы, да, вот прямо противоположные. А ведь было всякое, да, но просто каждый запомнил свое. И в изречениях пророка Нафана, и в изречениях правительства Гада, а не хотели бы мы, чтобы вместо вот этой разноголосицы у нас была какая-то вот единая, такая Библия, единый учебник священной истории? Вот я бы не хотел. Потому что ведь не случайно Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог Израиля, Бог, который раскрывает себя в общении с людьми. А люди разные. А люди видят разное. И несовершенства у них есть, и слабости какие-то, и неточности могут вкрадываться. Это не страшно. Гораздо лучше вот это несовершенство, но живое, чем такая холодная правильность, чем такая абстрактная вот из космоса картинка, которая все запечатлела, но ни в чем своего сердца не вложила, ни во что не вложила. Вот когда человек вкладывает, он каким-то образом субъективен. Поэтому изречения правительства Самуила, пророка Нафана, правительства Гада, они составили то, что мы сегодня читаем священной историей, но, значит, были и редакторы, составители, переписчики, которые тоже приложили свою руку. Мы даже их не знаем. Равно как и то, что касается его царства, его могущества, и знаменательных событий, которые происходили при нем в Израиле и прочих странах Земли. Это не очень важно, да, потому что самое важное — это строительство храма, и об этом, конечно, будет подробно рассказано в втором томе книг про Липоменон, хотя не с этого начнется, но к этому все будет подходить, и это будет центром. Значит, первая книга про то, почему вообще возник такой народ Израиль, зачем он нужен, и каким именно образом оказалось, что нужно построить храм, и кто этот храм запланировал и все к нему приготовил. Давид. А вторая книга про то, как храм был построен, ну и что из этого получилось. Продолжение следует...